добрый вечер город бийск сегодня надо побриться каждодневное мое бритьё бриться будем пумы 10 и 4 восьмых пума золинген у нее такая маркировка идет на перле лица на ручке но еще с вадимом разговаривали сравнение бритьё опаской и бритьё шаветкой то есть это дома заряжен здесь биг хром-платину желтый первое бритьё этим лезви начинаем правка бритву два пальца здесь один палец здесь моя правочка обычная и на весу никуда не давим сильно не перестараемся начинаем вадим как-то правил так переворачиваю обратную сторону просто нашли перевернули назад и она как бы всей плоскостью все равно идет по ремню из-за полного клина есть такое чувство что он залипает как бы показать в определенный момент поправили все бритвочку откладываем подготовка мочим лицо намочили мыло проразу красный намочил помазок набираем все развозиркивать ничего сильно не будем еще чуть-чуть воды так так Продолжение следует... Вот этой прозрачной пенки вполне достаточно Начинаем Обровняли височек и пошли Продолжение следует... Одну половину лица побрили... Убираем Берем шеретку Единственный плюс, проять не надо Обровняли височек Продолжение следует... 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 ну что это половина лица продолжаем брить опаской это половина лица Субтитры сделал DimaTorzok И вот они получаются На добривке Секающие движения То есть Он говорил что Руку прижимаем Двигается кисть, пальцы Все идеально Первый раз после заточки Обсуждали эту тему С Вадимом У меня было Дичайшее раздражение Вот в этой области То есть Нес я себе и заряд на этой опаской Ну чем дальше Тем лучше То ли привыкаю То ли уже привык Как говорится к ней Раздражение все меньше и меньше Может быть кто знает Подтвердить теорию Второе Бритье шаветкой Сродни наверное бритью Открытой головой Мюгле Которая Непосредственный контакт Везвие С кожей ничем Не Прикрытый И угол Все равно Приходится держать Не такой Острый А чуть потупее И вес Она очень легкая Она буквально ничего не весит Очень быстро От рукаешь давить Потому что Если даванул Ты уже порезался То ли Непосредственный into Продолжение следует... Вот, буквально чуть-чуть задел, уже есть покраснение. Самая нежная часть. Все. Вот покраснение. Это болячки. Можно не обращать внимания. Умываемся. Да, мужик. Как-то я уже рассказывал о видео. Обработали. Пусть работает. Немного хочу сказать за эту бритву. Клин. Плюс узкая. Очень мягко идет. Очень мягко. Но это, опять же таки, для меня. Может быть, кому-то она показывается агрессивной, жесткой. Но, когда срезаешь щетину, ты чувствуешь лезвие. Но не чувствуешь, как она дерет. При этом, если проводить тест на волос, она может даже его не срезать. У меня у супруги очень тонкие волосы. Пробовал. То есть, в сантиметре от пальцев волосок срезает. Чуть дальше он просто скользит аккуратно. С него снимается микро-стружка такая вот. Тоненькая-тоненькая. А так, чтобы отвалился, такого на ней не добился. Доводил и на алмазной пасте 0,5 микро на стекле с плетиром. Потом долго ходил на ремешке. Нет, такого не получается. Единственный плюс, считаю, шоветок, это то, что их не надо править. Поставил лезвие. И она готова. В бой. Ну и дорожный вариант. Камуши поработал. Бритвы я уже вытер. Умываемся. Протираем лицо. Вот. Чуть-чуть раздражения. Ну и на шее оно всегда появляется. С этой стороны раздражения от опаски нету. Промокнув лицо. После бритья будем пользоваться Астрин. Астрин Мэнс. Вот она. Спиртовой. Японский. Типа. Деколон. Водичка после умывания. Не знаю, как называется. 150 миллилитров. Па-па-пам. Ну, все знакомые. Пэк 40. И так далее, и тому подобное. Алкогольный. Запах цветов. Что-то типа вот луговых. Такого плана. Но с примесью, как у меня супруга выразилась. Детского стирального порошка. Запах очень на любителя. Вообще японцы словились своей тягой к непонятным запахам. Все. Это раздражение скоро пройдет. Это тоже. Здесь ничего не видно. Как бы все. Остается вот открытый вопрос. Почему я холестанул себя так хорошо на раздражение. Пумой. После первой заточки. Сейчас Все в порядке. Ну и несколько Таких Может быть заметных вам была разница. А паска Держится строго Под одним углом. Шаветка Держится Под чуть более тупым углом. Здесь вы чувствуете лезвие прям очень хорошо. Давить ни в коем случае нельзя. Ну буквально одно какое-то неловкое движение. Это не порез. Это просто раздражение. Что здесь. Что здесь. Опаска Конечно Плашмя ее положить И Скоблить Не вариант Это надо будет Один проход Второй проход Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой Восьмой Девятый Десятый Она у вас будет снимать 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 Стружку С одного и того же ловозка Потом она только его срежет Чуть поострее И Все замечательно Снимается Вот в чем разница В принципе Между шаветом И Опаской Вот так Ладно Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok